Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, как я вам и обещала, мы поговорим о прилагательном present. Глагол запоминаем present, прилагательное present, и он часто используется, почти всегда используется, вместе с глаголом to be. To be present – это присутствовать, быть в наличии, иметься. И пример из руководства Харрисона – congenital hypothyroidism is present in one of four thousand newborns. И здесь мы с вами говорим о том, что врожденный гипотириоз имеется, а дословно есть присутствующий. Present в данном случае – это прилагательное. Присутствует у одного из четырех тысяч новорожденных. Итак, мы с вами выучили три варианта применения слова present или present. Вы помните, что to present – это глагол, а present – это прилагательное. Если вы забыли, обязательно просмотрите предыдущие два урока, и еще раз проговорите вслух, и постарайтесь даже по памяти проговорить примеры, которые я приводила. Если вам нравятся такие уроки и такой вариант преподнесения информации, то вам обязательно понравятся и наши дистанционные курсы, информацию о которых можно получить на страничке ВКонтакте или написать по электронной почте или в личное сообщение. А мы с вами продолжим трудиться и изучать медицинский английский легко, просто и эффективно в следующих видеоуроках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!